Всем привет! Сегодня мы рассмотрим с вами спортивную модель Casio AE1200WH. Корпус данной модели и ремешок выполнены полностью из полимерного материала. Вот такая вот толщина данных часов. Крепление самого ремешка к корпусу часов осуществляется при помощи шпильки. Вот, можно видеть, немножко кусочки шпильки видны. Сам ремешок профильный, как вы видите. Вот, видите, застёжка на ремешке, самая обычная для серии данных часов спортивных. Вот такая вот застёжка. Рассмотрим сам дисплей часов, что маркируется и обозначает все надписи. World Time означает, что здесь основной функцией является мировое время, то есть, когда вы будете переключать ту или иную столицу, вот в этом дисплее будет подсвечиваться тот часовой пояс, который вы переключаете. Далее, сам бренд Casio маркируется. 5 Alarms означает, что тут используются 5 будильников. Вот в этом дисплее маленьком отображается, вернее, дублируется само время, которое в электронном дисплее. Только, видите, тут как лучами выполнены часы, минуты и секунды. VR100M означает, что в этих часах водозащита 10 атмосфер или 10 бар, иначе говоря, 100 метров. То есть, в этих часах можно купаться, нырять, погружаться на небольшую глубину, и после использования в морской воде промыть обычной проточной водой. Ну и, конечно же, не стоит нажимать на кнопки под водой. В этих часах это делать нельзя. Сам, вот, самый верхний дисплей, вот он он, такой, так называемый, прямоугольничек. В нем, когда будет включен тот или иной будильник, будет отображаться индикатор ALM. Далее, сам дисплей, который относится к мировому времени, то, что я уже говорил, будет подсвечиваться тот часовой поиск, который вы выбираете. Ниже, Wednesday, то есть, календарь, среда, 8 и 17, это месяц, август 8 и 17 число. Далее, время, ниже маркируется 10-летняя батарейка. Ну, по факту батарейка тут служит на 7-8 лет. Ну, в любом случае, она тут усиленно идет. Далее, здесь маркируется кнопка Adjust, кнопка входа в редактирование, то или иной функции, кнопка Mode переключения функции, кнопка Light подсветка и кнопка Search. Это кнопка, которая позволяет изменять значение то или иной функции. В частности, она относится к настройкам, а также к секундомеру, ну и другому функционалу часов. Ну, и иллюминатор, это то, что относится непосредственно к подсветке. Я его позже включу в темноте, вы увидите. Рассмотрим сам функционал часов. Для того, чтобы переключать функции в режиме текущего времени, нажимаем левую нижнюю кнопку, кнопку Mode. Попадаем в режим мирового времени. Здесь, вот в этом окошке маленьком Каир указывается, то есть, наша столица. Тут переключаем с помощью кнопок с правой стороны. Вот Иерусалим, Джида, Москва, Тегеран, ну и так далее. И, соответственно, видите, меняется в этом дисплее затемненный участок того часового пояса, который вы выбираете. Всего тут 48 городов. Напомню, внизу под видео будет инструкция к часам, где идёт полностью расшифровка всех вот этих вот столиц, которые тут указываются тремя буквами. Ну и так далее. Выбираете любую столицу и изменяется, соответственно, время. Далее нажимаем кнопку Mode. Попадаем в режим будильника. Тут всего 5 будильников. Изменяем значение с помощью правой нижней кнопки. Вот видим 5 будильников. Вот это означает, что тут есть ежечасный сигнал. Для того, чтобы его включить, нажимаем левую верхнюю кнопку. Появился индикатор ON. Это означает, что каждый час будильник будет издавать сигнал. Да, и мне не нужно, я отключаю OFF. Нажимаем ещё раз кнопку и попадаем в режим первого будильника. Для того, чтобы его установить, зажимаем и удерживаем некоторое время вот эту кнопку, левую верхнюю. Мигают наши часы. С помощью кнопок с правой стороны каждый выставляет то время, которое ему необходимо. Ещё раз кнопку Mode. Мигают минуты. Изменяем значение минут с помощью вот этих кнопок. Ещё раз кнопку Mode. Мигает индикатор, который можно изменять. То есть, он будет или будет значение 1. Что такое 1? Если будет значение 1, это означает, что этот будильник сработает всего один раз на указанное время. Если будет просто ON, он будет постоянно срабатывать в это время. Имейте в виду. Очень удобно, если нужно, допустим, что 1836 один раз работало, выставляете единичку, и будильник после того, как прозвенит, он автоматически будет отключён. И не будет звонить каждый день. Так, для того, чтобы сохранить, нажимаем левую верхнюю кнопку один раз. Всё, 1836 прозвучит звуковой сигнал. Я вам быстро продемонстрирую, как он будет звучать. Вот так будет звучать звуковой сигнал любого будильника в течение 10 секунд. Всё. Вот, можно переключить. Вы видите, вот первый будильник, тут режим 1 ON. Для того, чтобы это изменить, нажимаем на вот эту вот левую верхнюю кнопку. Вот, он будет просто ON. Ещё раз нажмём, просто отключим его. То есть, ну, вот так можно использовать данный будильник. Далее нажимаем кнопку MODE, попадаем в таймер обратного отчёта. Таймер обратного отчёта рассчитан от 1 секунды до 24 часов. Для того, чтобы изменить значение, нажимаем левую верхнюю кнопку и держим некоторое время. Мигает значение часов, кнопку MODE, значение минут, и ещё раз кнопку MODE, значение секунд. Ну, для наглядности видео я выставлю там 3 секунды, чтобы продемонстрировать, что всё работает. Для того, чтобы сохранить, нажимаем левую верхнюю кнопку. Так, так, теперь запускаем его, нажимаем правую нижнюю кнопку. Вот, 3, 2, 1, и характерный звуковой сигнал о том, что таймер обратного отчёта завершил свою работу. Нажимая любую кнопку, он выключает его и возвращает в последнее установленное время. И ещё раз кнопку MODE, попадаем в режим секундомера. Секундомер ограничен диапазоном 23 часа 59 минут 59,99 секунд. Для того, чтобы его включить, нажимаем правую нижнюю кнопку. Он начинает свою работу. Вот, всё работает. Для того, чтобы остановить, обратно нажимаем правую нижнюю и обнуляем на вот эту вот кнопку. Всё, в ноль. И ещё раз кнопку MODE, и мы попадаем в наш текущий режим времени. Теперь рассмотрим, как настраивать часы. В этом текущем режиме зажимаем и удерживаем некоторое время левую верхнюю кнопку. Некоторое время. Мигают наши секунды. Если мы нажмём правую кнопку, мы их обнулим. Ещё раз кнопку MODE, мы переходим в режим DST. Мигает режим летнего или зимнего времени. Сейчас настроится. DST. Для того, чтобы включить или выключить, нажимаем правую нижнюю кнопку. Вот он появился. То есть, на час вперёд или на час назад. OFF. Ещё раз кнопку MODE, мигает наш часовой пояс. Изменять часовые пояса с помощью кнопок с правой стороны. Каир, Иерусалим, ну и так далее. Каждый выбирает свой правильный часовой пояс. У меня Афины, я оставляю верным. Ещё раз кнопку MODE, мигает значение часов. Меняем так же самое кнопками с правой стороны. И ещё раз кнопку MODE, минуты. Меняем кнопками с правой стороны. И ещё раз кнопку MODE, формат времени 24-часовой, либо 12-часовой. То есть, будет 7, появится индикатор PM после полудня. Ну, либо 24. Мне удобно 24, я его оставляю. И ещё раз кнопку MODE, мигает значение нашего года. Изменяем значение, нажимая на вот эти кнопки. Ещё раз кнопку MODE, мигает значение нашего месяца. Изменяем значение вот этими кнопками. Ну, то есть, нажимая кнопку MODE, вы меняете разряды. А кнопками с правой стороны выбираете плюс или минус. Наша дата мигает после нажатия кнопки MODE. Меняем значение с помощью кнопок с правой стороны. Ещё раз кнопку MODE. LT, это длительность подсветки. В этой модели часов длительность подсветки может быть от 1 до 3 секунд. Нажимаем на правую кнопку, 3 секунды. Ещё раз кнопку MODE, мигает секунда. Для того, чтобы всё сохранить, нажимаем левую верхнюю кнопку 1 раз. Всё, всё будет сохранено. Характерной особенностью этих часов является то, что, если нажмём в текущем режиме на вот эту кнопку, мы видим T2, T3, T4. Можно и T1, T2, T3, T4. Это быстрое изменение времени любого часового пояса. Кому как удобно. Если вы хотите изменить, например, T2, вам хочется другой город. Так же самое вы нажимаете ADJUST, меняете часовой пояс любой и сохраняете, нажавши опять на эту кнопку. Вот RIO. Всё, теперь быстро, когда будет текущее время, нажимая на эту кнопку, вы можете видеть время. Вот Афины были, Рио, Лондон там и так далее. Вот. Рассмотрим саму подсветку, которая используется в данных часах. Ну вот в темноте читабельность довольно неплохая. Всё хорошо видно. Это выставлено настройки 3 секунды. Вот такая вот подсветка. Ну и традиционно рассмотрим маркировку задней крышки, что маркируется и обозначают все надписи на часах. Сам бренд Casio, модуль 3299, модель AE1200WH, стелл стилбэк означает, что стальная только задняя крышка. Так, вот Resistant 10 бар, информация про водозащиту, то что 10 бар тут. Ну и сборка Китая, made in China. Крепление задней крышки к корпусу при помощи 4 винтов. Всем спасибо за внимание. Напомню, что внизу под видео будет инструкция к часам. Скачивайте, пользуйтесь. Подписывайтесь на канал. Всем здоровья, мира и добра. Будьте счастливы.